Есть вопрос получше, чем о различении между колдунами и лжецами. А именно, как мы можем отличить колдуна от угодника Аллаха, Вали? Или как можно понять, кто колдун, а кто искренний, праведный человек? Как отличить колдуна от того, кто считает разрешенный шариатом заклинания, Рукью? Ведь люди ходят к колдунам, чтобы попросить у них выздоровления и излечиться. К кому пришел он, к колдуну или шариатскому лекарю, Ракий? Следует ли он разрешенным шариатом методом или же делает широкий куфр? Это можно определить, если знать, что этот Ракий читает на людей и чем он их лечит. Прежде всего известно, что он должен читать на них слова Аллаха, Коран и Сунну, дуа и шариатские заклинания. И не выходить за границы этого. Ограничиваться только Кораном, Сунной и Шариатской рукьей. Не бормотать какие-то непонятные слова. Не произносить слова с неизвестным значением. И тот человек, который лечит только Кораном, Сунной, травами, другими проверенными вещами, о таком человеке мы скажем, что это Ракий. Что касается колдуна, Сахера, то нужно смотреть, что он делает. Например, когда ты к нему зашел, он задымляет помещение, затем спрашивает тебя, как зовут твою мать. Спрашивает об имени матери, но не спрашивает про отца, потому что шайтаны считают, что все люди прелюбодеи, и что ребенка можно определить по имени его матери, но не отца, поскольку женщину мог оплодотворить не ее муж. И они спрашивают об имени матери, которая его родила, потому что ребенок не может родиться от двух женщин. Мать может быть только одна, в отличие от отца, поскольку один мужчина может совокупиться с женщиной, и потом с этой же женщиной совокупится кто-то другой. Поэтому шайтаны спрашивают об имени матери, и не спрашивают об имени отца, оправдывая это тем, что о матери достоверно известно. И это один из признаков того, что перед тобой колдун. Какой второй признак? Колдун бормочет непонятные слова. И ты не знаешь, что он говорит. Записывает талисманы, произносит заклинания, которые не понимает тот, кто их слышит. Этими словами он обращается к джинам, разговаривает с ними и обращается к ним с мольбами, чтобы они служили ему и повиновались. Это второй признак. Третий признак колдуна – от того, кто пришел к нему за исцелением, он требует совершить запрещенные вещи. Что он может потребовать? Например, чтобы тот человек читал Коран в туалете, или чтобы переписывал Коран менструальной кровью, или чтобы бросил Коран в нечистые места, или зарезал черного петуха, черного козла, или любой другой черный скот, и не помянул при этом имя Всевышнего Аллаха. Если ты увидел такое, знай, что этот человек или целитель – колдун, не верующий во Всевышнего Аллаха. Итак, это разница между колдуном и ракий. Каждого из них можно определить. Колдун бормочет что-то непонятное, вешает неясные талисманы, делает нечто, из чего можно понять, что он пытается приблизиться к шайтанам. А что касается ракий, то он читает то, что пришло в Коране и Сунни. Это то, что касается колдуна и ракий. Колдун заявляет о том, что обладает знанием сокровенного, сообщает о лживых вещах, говорит, тебя колдовал такой-то, тем самым он сообщает такое, что может знать только Аллах, субханнаху ва та'аля. «Илла Аллах субханнаху ва та'аля».